Всем опять здрасте. Продолжаем про мой инструмент. Вернее я хочу рассказать о том, какой инструмент должен иметь сантехник, теплотехник, чтобы быть максимально автономным, ни от кого независимым, для выполнения различных видов работ, которые, ну скажем так, он выполняет. Теперь речь в сегодняшнем ролике пойдет о пайке трубопроводов ППЕ. Все мы знаем эти трубопроводы, мы их используем для подключения водоснабжения в системе водоснабжения здания. Вы прокладываете какие-то трассы по улице, роете там траншеи и что вы там делаете? Вы устанавливаете там компрессионные фитинги. По правилам нашего государства все, что связано с наружными работами компрессионные фитинги использовать запрещено. Конечно, на своей части огорода вы можете творить все, что хотите, потому что это ваша зона ответственности. Все, что доходит до красной линии, ППЕ только паяется. Это не реклама абсолютно, ребята. Я просто показываю вам те инструменты, которые необходимо иметь у себя в наличии. Или у вас есть друзья, у которых вы можете взять этот инструмент, или у вас есть бренды, которые могут этот инструмент сдать вам в аренду. Поэтому все мы знаем трубу ППЕ. Перед тем, как использовать фитинг, вы должны вот такой вот щеточкой скажем так, взлохматить бабушку, вернее, ну трубопровод. Взлохматили, взяли с жидкостью, обезжирили это все дело, подключились к фитингу, воткнулись в сеть. На фитинге будет штрих-код. Сосчитали штрих-код путем нажатия кнопок, запустили процесс пайки. Процесс пайки происходит в течение нескольких минут, потом 10 минут нельзя трогать, ну вернее, трогать то можно. Сам фитинг, после этого процесс считается завершенным и пайка у вас, то есть труба ППЕ, вы железно уверены, что качество соединения в грунте у вас стопроцентное. Чего иногда не скажешь о фитингах. Поэтому все, что до красных линий у нас запрещены использование в фитинге, только пайка. Я пошел дальше, я даже иногда, ну его нафиг, я и по части, где уже частная территория, использую данный тип соединения ППЕ трубы. Все там так же самое, одели фитинг, маркером отметили, зачистили, обезжирили клец, подключились и готово. Настоятельно рекомендую использовать данный сварочный аппарат. Как этот аппарат работает? На подготовленный трубопровод мы его зачищаем, как говорится, взлохмачиваем бабушку. Берем жидкость, обезжириваем поверхность, берем фитинг, одеваем, подключаем, делаем пометочку на трубопроводе, чтобы, когда будем сваривать, чтобы были убедились, что у нас ничего не съехало. подключаем аппарат, берем сканер, на аппарате включаем в настройках режим сканера, считываем штрих-код, аппарат понимает, с чем имеет дело и делаем старт. 30 секунд происходит сварка. После сварки аппарат производит сигнал и в течение 10 минут происходит охлаждение. Электроды можно отключать. Вот этот показан пример, как это производится на другом соединении. Заходим в меню, выбираем режим сканера, жмем ok, берем сканер, считываем штрих-код. Аппарат понимает, с чем имеет дело и пошла сварка. Что хотелось бы вам еще рассказать, что у нас запрещено, если прокладываются трубопроводы, водоснабжение в земле, запрещены любые соединения. Это то, что касается улицы. То, что вы будете творить на своем участке, это никого не интересует. Можете продолжать соединять это с фитингами. Но я в большинстве случаев использую сварку. И в данном случае заказчики знают, что соединение, если оно и появилось в грунте где-то, то оно 100% будет не текущим. Вот как-то так об этом сварочном аппарате. О чем хотелось бы сказать, что опять же с этим сварочным инструментом очень важна ширина траншеи. Вы же понимаете грунт, дождь, если вода близко стоит. Очень все это неудобно. Но работу выполнять приходится. Неплохо бы, конечно, иметь какого-то помощника, который вам где-то включит это все, чтобы вы не прыгали из траншеи наверх к аппарату. А так все очень замечательно и надежно. На этом все. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, звать друзей. Пишем комментарии, если у вас возникли вопросы. Всем пока. До новых встреч.